Тема обманутых дольщиков в нашей стране за последние 8 лет стала особенно актуальной. Ситуация проста. Компания на нулевом цикле продает квартиры, сдается первая очередь, а затем под копирку. Цены на стройматериалы повышаются, работы замораживаются. В лучшем случае застройщик передает дела другой компании, способной их наладить. В худшем объявляет себя банкротом. Подобная история произошла с дольщиками Вальдемироль. Яркое воплощение идеи жизни в комфорте – таким представлялся жилой комплекс «Изумрудная долина». Приезжаешь на территорию и попадаешь в старинную европейскую деревню. Уютные улочки с беседками и цветниками. 15 километров от МКАД – именно так думали будущие владельцы недвижимости. На деле же все оказалось иначе. Уже три года застройщик не может выполнить своих обязательств перед дольщиками. На данный момент 800 семей остаются без квартир. И с первой очереди в эксплуатацию введены всего лишь пять домов. Инвестор полностью входит, гасит кредиты МИА-банку, гасит кредит, который мы начали с нефтяным альянсом. И 900 миллионов рублей вкладывает в достройку. Глава района Андрей Иванов лично взял под контроль ситуацию с жилым комплексом. Последняя встреча проходила в конце марта, на которой дольщики могли пообщаться с Сергеем Самохиным. Встреча, как казалось, была конструктивной, однако ипотечная компания М6 вновь не выполнила обязательств. На этот раз на встречу с обманутыми дольщиками приехал Михаил Пайсов. Они рассказали о том, что идет систематическое нарушение обещаний, срыв поручений главы района. Встреча с инвестором, который уже горит свои планы и заверяет чем-либо уже какими-то понятными шагами. Когда он приступает, когда он заводит средства, когда он начинает параллельно это будет или поэтапно как-то походить. Ирина Вартанова, представитель застройщика, объяснила, что сейчас их компания договаривается с другим инвестором. Она подчеркнула, что дольщики смогут расторгнуть контракт, а новый правообладатель сможет его выкупить. По словам Самохина, новый испеченный застройщик начнет достраивать комплекс и только потом вводить его в эксплуатацию. От жителей Вальдомироль в адрес застройщика поступало много замечаний, ведь введенных в эксплуатацию домах напрочь отсутствует канализация, ливневки и даже обыкновенная телевизионная антенна. Михаил Пайсов назначил следующую встречу на конец мая. На ней компания М6 представит администрации района и дольщикам нового инвестора. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.